Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью Рашворд и с вами я, Юрий Гемельфар. Третий день на улицах Алматы, крупнейшего города Казахстана, продолжаются перестрелки и слышные взрывы. Есть много жертв, но в этой связи возникает один вопрос, и мне очень странно, что никто его не задал. А перестрелку сами силовики, казахские силовики, управляемые, направляемые, точнее, самим Дакаевым, они ведут перестрелку с кем? С кем? С кем конкретно? Ну ладно, это должен, когда один человек стреляет в каком-то направлении, ну должен быть объект? Непонятно. А с кем силовики ведут перестрелку? То, что заявил Дакаев, что есть какие-то 20 тысяч боевиков иностранных, которые пришли в Казахстан, ну знаете, дорогие друзья, это даже не смешно. Я просто, чтобы вы понимали, я напомню, что, как говорится, даже в 2014 году, 12 сентября, CNN опубликовала информацию о том, что ИГИЛ, запрещенной в России организация террористическая, она насчитывает от 20 до 31 с половиной тысячи боевиков. Извините меня, это что, весь ИГИЛ в Казахстан телепортировался? С другой стороны, мы не дети, и мы прекрасно понимаем, что если это какая-то иностранная террористическая организация решила вторгнуться в пределы Казахстана, то она должна заявить о себе. Никаких заявлений. Никто ничего не заявляет. Так что вот это заявление Такаева о том, что 20 тысяч боевиков следует воспринимать, как там у Николая Васильевича Гоголя в ревизоре. И в ту же минуту по улице, курьер, 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 курьер. Можете себе представить, господа, 35 тысяч одних курьер. Ну вот приблизительно так же, как и про 35 тысяч одних курьеров. То есть гипотезу об иностранном вторжении следует отбросить как совершенно несостоятельно. Тогда это кто? Я напомню и другую версию, что в свое время основатель ГУЛАГу Нет Владимир Осечкин, он 6 января опубликовал инсайдерскую информацию, которую он получил из ФСБ, что якобы там задействованы уголовники, которые сидят на крючке у ФСБ, точнее у КНБ. Ну вот я процитирую. Как только протест вышел на доминирующий уровень относительно силовиков, были задействованы заключенные из казахских тюрем, которых специально освободили для слаженной организации погромов и мародерства. Именно им были поручены организации атак на силовиков. Это действительно имело место быть максимально идиотской для внешнего наблюдателя форме, бесполезной для внешнего наблюдателя штурм полицейского участка. Это еще и удобная форма утилизации картриджей. Эти ребятки у нас проходят под таким определением, ведь на самом деле их там ждали. Поэтому есть проблемы с подсчетом убитых. Львиная доля перебитого криминалитета, как специально для этого выпущенного, так и привлеченных на свободе, будет утилизировано без фиксации. Конец цитаты. Геннадий Владимирович Гудков у меня на канале вчера подтвердил то, что да, действительно, ФСБ для подобного рода провокаций использует уголовник. Подтверждает это и тот факт, что насильственные действия в Алмате, они начались действительно, и это следует признать, с грабежей и мародерства. Но, есть одно но. Мародер, как он действует? Схватил и убежал. А при чем тут перестрелка? С другой стороны, в современных условиях силовики этих мародеров могли придавить очень и очень быстро. И три дня, трое суток, точнее, идут реальные бои в Алмате. И вы мне хотите сказать, что это мародеры так долго отстреливаются? Если, вот, друзья мои, мы обязаны признать, что версия Осечкина, подтвержденная Гудковым, она верна, то только для начала протестов. Вот этих событий. Но не трое, сука. Нет. Так что эта версия, она тоже уже сейчас, как говорится, несостоятельна. Идем дальше. Это какие-то партизаны местные. Действительно, было обращение некого фронта освобождения Казахстана. Но, во-первых, это вызывает сомнения, потому что там явно такой рязанский акцент у говорящего, несмотря на то, что это было, что там голос явно изменен. Хотя, может быть, и было наложено, я не знаю. Но тут возникает вот какой вопрос. Опять же, если это предположить, что это народное сопротивление, то сообщить об этом за трое суток, поведать об этом миру, ребят, как два пальца. Даже при условии отключенного интернета. И я сейчас объясню, почему. Вот посмотрите на карту протестов. Да, в Алма-Аты протесты. А вот этот вот городок на западе, Уральск, видите? Видите вот этот вот выступ, с чем он граничит? Это моя родная Саратовская область. Так вот, я вам могу сказать, там граница открыта. Добраться и за трое суток из Алма-Аты в Уральск, а потом через практически открытую границу, перейти в Саратовскую область, где интернет-то работает, и передать всю миру... Ребят, ну не смешите мои тапочки. Если бы это был народный протест, народное сопротивление, за трое суток мы бы об этом узнали бы уже давно и узнали бы предельно достоверно. Но, вот есть еще одна версия, что Такаев устроил, скажем так, шоу и просто-напросто отдал силовикам приказ стрелять по всему, что движется, чтобы создать эффект боя. Данная версия представляется мне крайне сомнительной, и не только потому, что это слишком даже для Такаева. Нет. Дело в том, что для такого театра достаточно одного дня на протяжении трех суток отстреливать собственное население и палить по всему, что движется? Вы меня извините. Нет. Вот в это мне поверить, ну не то, что сложно, а практически невозможно. Но есть одна версия, которая укладывается в происходящее, в то, что сейчас происходит. Почему до сих пор мы не узнали, а кто противостоит-то Такаевским силовикам в Казахстане? Дело в том, что я напомню, что сам Такаев отстранил Нурсултана Назарбаева от должности, а сам Назарбаев вместе со своими дочерьми скрылся в неизвестном направлении. По одной информации он в Дубае, по другой в Канаде, по третьей еще где-то. Его точное местонахождение неизвестно. Но все силовики, они подчинялись практически полностью представителям клана Назарбаева в Казахстане. И совершив реально противозаконное действие, отстранив Назарбаева от власти, я не питаю вот ни малейшей симпатии к Нурсултану Абишевичу. Нет, никакой симпатии я к нему не испытываю, но мы должны признать, что, в общем-то, отстранив Назарбаева от власти, Такаев совершил государственный переворот. Пригласив иностранцев для подавления протестов, он совершил еще плюс государственную измену. А в этой ситуации, я так думаю, что сопротивляются Такаеву верные Назарбаеву части. Но именно тот факт, что Назарбаев, он скрылся в неизвестном направлении, они не хотят обнаруживать себя и афишировать это. Вот почему мы до сих пор с недоумением взираем на все происходящее, не понимая, а против кого ведется огонь, кто ведет боевые действия. Скорее всего, это уже началась там гражданская война. И идет война между кланами. А вот заявление об иностранном вмешательстве, ну это, скажем, отлукал. Призвав Кремль для подавления внутренних протестов, Такаев обеспечивает, так сказать, себе власть. Он теперь будет держаться на российских штыках. Назарбаев был, в общем-то, достаточно неудобен для Кремля, а Такаев, изменник для Кремля, становится марионеткой. Вот такой вырисовывается на сегодняшний день расклад. Однако я хочу подчеркнуть, Ситуация в Казахстане меняется не то, что ежедневно. Она практически меняется ежечасно. И следить за этой ситуацией необходимо. Я же, как всегда, напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворд. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok